Всем привет! Наконец-то у меня добрались руки снять видео о косметике, потому что очень ярко светит солнце, просто мне в глазах место найти для съемок очень тяжело. Надеюсь, я не буду щуриться, буду краткая, быстрая и лаконичная. В общем, приступим. Сегодня я хочу вам рассказать о моих новинках уходовой косметики, что я недавно приобрела в России, но еще помимо этого, это видео о том, какой у меня уход на зиму. По сути, я этот продукт приобретала на зиму. Крем для лица у меня от Кейлз Ультра Фейс Крем. Очень большая банка, покупала я его в Дьюти Фри. Я, знаете, такой человек небоязливый, я сразу хапнула большую банку на 125 грамм. Внутри у нас здесь крем вот такой белой консистенции, что мне очень нравится, запах фактически отсутствует, но немножко такой аптечный запах у него есть. Абсолютно приятный, не назойливый. Мне это очень в косметике Кейлз нравится. Нет вот этих отдушек. Почему-то на запахе я в последнее время в косметике стала реагировать не очень, как бы, да. Если яркая какая-то парфюмированная отдушка, мне это не очень приятно. Он заявлен как экстра-сос-помощь для сухой кожи, комбинированной. Вообще, в принципе, для всех типов кожи, но просто для кожи жирной он может забивать поры и быть немножко комедогенен. Покупка у меня не эмоциональная, не импульсивная. Я к ней, в принципе, подошла с головой. То есть я заранее уже думала, что хочу это приобрести. Что, собственно, о креме. Он однозначно подходит для русской зимы. В русской сухой зиме, когда есть отопление, особенно дома, жарят по полной программе. Я бы этот кремик посоветовала девочкам всем. И сухой, и жирной кожи. Думаю, многим подойдет. Очень экономичный расход. Запаха практически от него нет, что мне очень нравится, отдушки. Не надоедает, нет никакой липкости, ощущения стянутости на коже. Ну, и маски какой-то, неприятных вот этих ощущений, когда ты на своем лице ощущаешь крем, он остается каким-то неоднородным. Расход минимальный, я уже сказала. И приятен он тем, что я его наношу лицо, хотя у меня склонная к жирности комбинированная кожа, ощущение напитанности, увлажненности. Просто она переливается, светится, более здоровый вид. Просто ощущение воды в коже. Именно питание. Ничего супер-вау-бомбы здесь нет. О кремах продолжим. Также я купила крем для нанесения на ночь, ночной крем от первых признаков старения, 25-35 лет. Почему я его купила? Просто хочу... У меня нет таких там ярких морщин. Я вообще не верю в то, что крем может от этого избавить, очень что-то изменить и тому подобное. Просто мне нужно хорошее питание, увлажнение, ровный цвет кожи. Жизнь такая кожи переливалась, чтобы она... Когда я читала комментарии по поводу этого крема у девушек после использования, там были отмечены такие характерные изменения. Поэтому я его и приобрела. Крем у меня от Clorans. Мультиактив. Крем ночной для комбинированной кожи. Лифтинг эффекта, морщин и всего прочего я не могу наблюдать. Особо у меня этого нет, поэтому мое внимание, как повторюсь, было заостренено на том, чтобы этот крем хорошо питал, увлажнял, не забивал поры и на утро кожа была такая упругая, увлажненная, не было обезвоженного какого-то такого варианта. Этот крем с этим справляется. Два есть с минусом. Здесь видите, у него такая плотная кремовая консистенция. Минус, у него в принципе приятный запах отдушка, она парфюмированная. Запах, я не могу объяснить, ну каким-то, может, цветочками пахнет. Не знаю, как это называется, какой это запах. Здесь у меня 50 мл удовольствия, но когда я его наношу на лицо вечером, да, у меня вот эта ассоциация с запахом неприятная. Я не знаю почему, он не навязчивый и не дурной запах, но тем не менее, он мне немножко раздражает. Мне больше приятно средство без запаха какой-либо, чтобы он не оставлял себе какой-то памяти лишней, потому что, ну вот как-то вот так. А второй минус, это вот отдушка лично мне не нравится. И второй минус у него, это цена. Я его приобрела, естественно, меня подбило то, что тестеры у меня были. Я им пользовалась. В принципе, крем мне подошел, я поняла, что у меня никаких аллергических реакций нет. И второй его минус, у него завышена стоимость. Я не считаю, что косметика Клоранс должна столько стоить. Я его купила на скидке в 50% была акция в Ривгоше, поэтому я его приобрела. А так, за эту стоимость можно приобрести какое-то средство получше, поинтереснее. Том же Кейлс, например. Так что, перед тем, как купить, советую обязательно потестить какие-то пробники, подумать. Потому что, ну не знаю, смысл, если этого крема, учитывая, что он практически там особо ничего не делает, не работает. Можно купить одну банку хорошего другого крема подешевле. Короче, вы меня поняли. Тоник без алкоголя для комбинированной жирной кожи с ирисом. Он у меня уже был, наверное, четвертый. Раньше я покупала их наборами с молочком для умывания молочком. Мне сейчас не нужно, мне есть Биодерма. В общем, на него тоже была хорошая акция скидка в Ривгоше, продукт месяца. Естественно, я его прихватила, тоже скидка у него была 50%. Следующая однозначная находка, это просто бомба. Это Тони Молли очищающая пенка для умывания у меня с голубикой. Здесь очень много... хранится 12 месяцев после вскрытия. Я думаю, честно говоря, наверное, за 12 месяцев вы только ее используете. 180 мл, потрясающий запах, не очень сильная душка, в нос не бьет, не шибает, в омраково в ванне, пока будете умываться, не упадете. Здесь этого средства нужно очень-очень мало. Действительно, реально одна горошина, не больше. На увлажненное лицо наносим горошинку туда и начинаем при массаже, при растирании, она превращается в пенку. Моет до скрипа, очень большой объем за такую стоимость. Это однозначно находка. Кстати, кому нужна будет стоимость этих продуктов, я всегда все это пишу под видео в инфобоксе. Откройте, посмотрите. Все, что вспомню, какие цены, я обязательно там укажу. Суперская, мне очень-очень нравится. Вот моя находка этого года, это Биоры, умывалка, пенка. И второе средство, вот этот Тони Молли. У них очень много выборов, вкусов, запахов вот этих умывалок. Один-один большой минус есть. Очень жрет в глаза. Если его попадет в глаза, то есть, когда я намыливаю пенку, если она немножко с водой стекает в глаза, адски печет. Просто жжение, ощущение, что просто глаз у тебя сейчас из орбиты вылезет. У-у-у, просто жесть. И поэтому я им очень аккуратно-аккуратно вот эту область лба прорабатываю, чтобы у меня это не стекало все на глаза. И аккуратно реально зажмуриваюсь, когда умываюсь. Соотношение цены-качество это потрясающее средство. Короче говоря, оно стоит своих денег. И вообще супер находка бюджетная. Всем советую. Такое немножко теме косметическое, да. Это у меня от Гарниер Дезик, Нео. Мне очень нравятся гарниеровские дезики, как они пахнут. Его выдавливаешь, да. Здесь видите, белый такой крем вылазит в этом дезодоранте. Один минус. Он такой кремовый, да. Его может быть много. Излишек какой-то, да. И остается на одежде. Но у него очень приятный запах. Он не фонит на фоне вашего парфюма. То есть я всегда выбираю дезодорант. Для меня очень важно, чтобы он... Какая-то отдушка легкая была, но он не перебивал, либо вообще не диссонировал запахом парфюма. Для меня это очень важно. Это очень мне подходит средство. Купила в России, как-то увидела просто в магазине и бросила в корзину. Потому что в Турции я эти дезодоранты, гарнир, честно говоря, почему-то не встречала. Следующая находка. Это маска для лица увлажняющая. Уже моей повлюбившейся SPA Planet Altai косметики. Здесь у нас 75 мл. Этой маской я уже два раза пользовалась. Маска просто белого цвета. Стандартный у нее запах. Очень хороший состав, как всегда, натуральный. Хранится она 6 месяцев с дня вскрытия. Простая, недорогая маска. На уровне каких-нибудь дорогих масок, к примеру. Вы просто увлажнение наносите на лицо. Оставляете там 20 минут. Все, что осталось, смываете. Супер эффекта никакого. Не ждите. Просто это более экономично, скажем так, чем некоторые маски тканевые, которые одноразовые. Здесь 75 мл. Этого хватит на 6 месяцев. Еще и останется, скорее всего. Маска неплохая. Действительно увлажняющая. Приятное ощущение такой напитанности, влажности на лице. Но ничего, вау, бомба. Не ждите. Обычная хорошая маска, бюджетная. И, например, я когда пробовала маски, там, конечно, на ютубе насмотрелась. Так бы я, может, и не купила Агафьи. В общем, это получше будет. Агафьи мне вообще вот эта тема не подошла. Спа плена Толтай. Я раньше даже видео не снимала. Косметика дешевая. Многие, я думаю, знают. Не надо говорить о том, что... Вот, я не говорю о том, что надо покупать бюджетную или люксовую. Просто действительно, не зря масс-маркеты люкс разграничены. Потому что, хотя бы у ходовых средств, у них идет разный замес. Разные составляющие компоненты. Изначально дорогие и дешевые. К дешевым средствам привыкание идет быстрее. И, естественно, везде есть свои исключения. Но я говорю об общей картине. И вот спа плена Толтай. Эта косметика не для постоянной основы. То есть, крем для такого предназначен. Да, там увлажнение попользовалось. Все. Нужно менять. К ней идет очень быстрое привыкание. И через какой-то перемежуток времени, когда у вас остается полбутылька, она уже перестает, скажем так, работать. И ее действия не так уж и видны. У меня были крема. У меня есть водичка. Как это называется? Вода, да? Для лица. Я использую сейчас как тоник. Хочу добить просто, чтобы срок годности вышел. В общем, неплохая косметика. Достойная. За свою стоимость очень муа, конфетка. Но ей нужно давать перерыв, потому что идет хорошее привыкание. Очень хороший состав в основном. У них все такое органик. И такой достойный продукт российский, я так могу назвать. Неплохое средство. Но вот, опять же, повторюсь, к ней идет привыкание. И эффект, конечно, быстро сходит на нет. На первый месяц, когда пользуетесь, вау, реально видит эффект. Потом уже понисходящий. Но за свою стоимость средство хорошее. Не скажу находкой. Я это раньше видела тоже в магазинах. У меня от Organic Shop. Огромная банка на 450 грамм масла для тела. Но это не масло, это Body Dessert. Пахнет... Я купила это из-за запаха. Это пахнет потрясающе. Для меня это запах цитрусового. Я вообще обожаю парфюмы цитрусовые, крема. Это запах мандаринки почему-то. Здесь написано, что это антицеллюлитное суфле для тела. Оно не антицеллюлитное. Вообще никакого эффекта этого заявленного нет. Это я купила из-за запаха, потому что рядом запахи обычные крема, а не антицеллюлитные были. Мне не очень вкусные. Мне понравилось это. Ничего антицеллюлитного незаявленного нет. Не жмет, не печет. Никуда ничего цитрусового не уходит. Я просто хорошо пользуюсь. Хорошо впитывается. Неестественно, ни бодибаттер, ни жирного эффекта не остается. Химозный, естественно, состав. Цена очень дешевая. Из-за такой объем огромный. Я не представляю, что нам мешали. Но, тем не менее, приятный крем для тела, который можно смазать. Дай бог, побыстрее. Это конкретная банка на зимний период. Короче говоря, неплохой крем. Естественно, он никакой не органический. Это просто, знаете, органик шоп. Это название, видимо, бренда, скажем так. Это ни разу не органик с полным пониманием этого слова. Еще у меня есть такие маски для лица купила. Моя стандартная, Дизао. Я уже вам раньше рассказывала. Это экспресс-маска. Знаете, такая, если вам срочно нужно хорошо выглядеть. Наложили эту масочку. Здесь еще идет кремик в составе. Это просто гиароновая кислота. И действительно разглаживаются морщинки. Экстренно, например, на выход куда-то. У вас действительно такая кожа немножко потянутая получается. Ну, это буквально на один раз, там, до первого умывания, вечернего снятия макияжа и тому подобное. Такой свежесть лица придает. А вот эту маску я еще не пробовала. Это какая-то Вилента с женьшенем для лица и шеи 25 лет. Попробуем. Еще не знаю, что это. Все стоимости продуктов я постараюсь, которые вспомню, указать под видео. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Жду ваших комментариев по поводу того, что вы приобрели интересного на зиму, на зимний уход. И чем вы пользуетесь после 25 лет. Посоветуйте какую-то интересную косметику уходовую. Буду очень признательна. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok